Большой всем привет! Сегодня я расскажу о новом проекте, который называется Ведьмак. Путь судьбы. Это вторая игра от создателей Ведьмака Старый Мир. Видимо, тематика понравилась, может быть, еще больше понравились успешные сборы. Здесь это тоже уже наглядно видно. За буквально несколько дней уже 2 миллиона собрали и 24 тысячи бэкеров. Да, все-таки тема имеет значение, как говорится. Давайте разбирать, что это за игра и подробно покажу вам, как она играется, но и выскажу свое мнение. Не буду его спойлерить, вначале просто покажу, как я понял эту игру. Она сильно отличается по жанру от игры Ведьмак Старый Мир, так что можно смотреть на нее как на отдельный продукт, а не как сиквел. Про Старый Мир говорили, что почему вы взяли вселенную Ведьмака, но самого Геральда, самого Ведьмака туда не ввели. И авторы объясняют, что Старый Мир, там его еще не было. Поэтому в этой игре они исправили. Здесь будут как раз все герои, которые нам известны по первым книгам. Это и Цири, это и Геральд, это и Юнифер, в общем, вся компания. Игра невероятно красивая. Я сейчас вам показываю как раз графику, по крайней мере, на мой вкус. Что первое мне очень нравилось, что вот второе. Здесь уже авторский арт, они взяты из компьютерной игрушки, и он не хуже стал, а даже в каком-то смысле лучше. Благодаря вот этим интересным таким цветовым разводам. В общем, красивый. На мой вкус, арт очень красивый. И сама идея тоже очень-очень необычная после песочницы и приключенческой игры, которую пытались сделать в Старом Мире. Эта игра, я даже не знаю какого жанра. То есть, с одной стороны, это карточный движок и сбор сетов. С другой стороны, это повествовательная часть, потому что здесь основа игры. Это сказка, по которой вы путешествуете и пытаетесь развернуть ее в зависимости от ваших действий. Она разворачивается по-разному. То есть, когда я первый раз еще до старта этой кампании увидел информацию об этой игре, посмотрел начало, думаю, ой, вот это я, наверное, возьму. Потому что это я люблю в настольных играх. Тут и история, плюс какой-то игровой процесс, который навернут на эту историю. И вы как бы создаете судьбу своего персонажа с помощью каких-то механик. Когда запустили игру, я посмотрел более-менее внимательно на игровой процесс и испытал что-то вроде испанского стыда, потому что механики были очень-очень странными, очень-очень лайтовыми, как будто даже милыми и даже как будто автор издевался над любителем настольных игр. С другой стороны, когда я понял, что эта игра не нацелена на гиков, эта игра очень простая, то меня попустило немножко, и я ее даже в какой-то смысле, в каком-то смысле заценил. В ней есть некая такая наивная прелесть, словно вы играете в такой текстовой канвас. Или на русском игра выходила холст. Вот помните, это где нужно собирать свои картины и символы. По символам вы получаете очки. Вот здесь что-то подобное, и у меня просто весь игровой процесс, который я наблюдал в этой игре, меня не оставляло чувства, что я смотрю на очень навороченный канвас. Канвас неплохая игра же, хорошая, лайтовая. Так почему же надо ругать ведьмака за то, что он такой незамысловатый в данной интерпретации. Итак, ладно, я не удержался и начал говорить о мнении, а хотел сначала просто показать, как игра устроена, как она выглядит. Потому что по тому кикстартеру, который мы сейчас видим, это непонятно. Нам просто говорят, что вот вы будете играть, создавать свою собственную историю. Все это замечательно. У вас есть три сказки, в которых очень много вариантов развития событий, и вы все это определяете. На словах звучит здорово, но как это играется, непонятно. Все, сейчас расскажу. Итак, что из себя представляет игра «Путь судьбы. Ведьмак». Вначале игрок выбирает себе персонажа. Здесь вот у нас как раз будет партия на трех игроков. Довольно понятная, довольно хорошая. То есть, если вы более или менее понимаете английский или пользуетесь переводчиками автоматически, можете посмотреть за полтора часа, вы поймете, как она играется. Я постараюсь это предсказать за 10 минут. В начале игры каждый берет доску персонажа. Здесь в базовой коробке их несколько. Так как сборы очень хорошие и уже успешные, то там в процессе добавляют еще других персонажей, которые будут разблокированы как достижение целей. Ну вот, допустим, здесь игра на трех. За Йонифер, за Колокольчика и за самого Геральда. На планшете есть способности. Четыре способности, которые можно постепенно разблокировать с помощью опыта. Вот это шкала опыта вверху. Как только вы доходите до определенного значения, у вас появляется еще одна способность. Опыт нужен вот для этого. Также у каждого из ведьмаков есть своя скрытая цель. Вот здесь прячется под планшетом. Ее знает только сам игрок. Ну, дополнительные победные очки. Да, это игра на победные очки, как ни странно. Все, на планшете, в общем-то, больше ничего и нет. У каждого из ведьмаков есть своя стартовая колода карт с особыми картами действий. В общем-то и все. После этого вы располагаете, выбираете, какую сказку вы будете играть. Есть три коробочки и будут еще и больше, благодаря успешному сбору. И поле для раскладки карт действий. Количество игроков плюс один. Все как обычно. У вас есть возможность выбирать вот эти карты в свою колоду, с помощью которой вы играете и строите свою последовательность действий. После того, как вы выбрали сказку, вы ее читаете. То есть, с начала вступления, вот они как раз отчитают. Это сказки взяты по мотивам истории ведьмака. То есть, берется какая-то история, своими словами пересказывается и в какой-то момент вас ставят перед выбором. То есть, нужно пойти по той ветке или по другой. И здесь начинается сама игра. После того, как история дошла до развилки, вы кладете карточки книги соответствующим образом, то есть, где эти развилки определены. И дальше начинаете играть. У вас есть три раунда, за которые игроки должны определиться, по какой линии они пойдут. Здесь видно, что вот допустим, если наберется значков больше вот таких, то вы пойдете по этой линии на определенную страницу. Если здесь больше, то по этой линии. Как это играется в игровом процессе? У вас есть возможность три раза взять по две карты и разыграть их. То есть, в свой ход игрок берет либо вслепую из колоды две карты, либо выбирает какую-то из этих пар. Да, там есть свойство поменять местами и так далее. Все это нюансы. У каждой сказки, да, есть свои какие-то правила дополняющие. То есть, допустим, вот у первой сказки есть возможность получать дополнительные скрытые карты, когда вы выбираете определенные пары. У каждой сказки, как они объясняют, что будут свои небольшие правила, изменения и так далее. Ну, тематические. После того, как вы взяли в руку, все взяли, сыграли. В зависимости от того, какую пару вы взяли, то следующий первый игрок меняется. Потому что, ну, чем дальше вы берете карту, пару, тем больше бонусов. И, соответственно, вы становитесь последним потом. А если вы выбираете вслепую, то будете первым игроком в следующем раунде. После того, как вы взяли все в руку, вы решаете, какие две карты вы разыграете в этом раунде. Вы их одновременно выкладываете. То есть, все решают, чтобы не видели, что выбрали другие. И выкладываете их в свою цепочку карт. То есть, фактически, вы разыграете, ну, 6 примерно карт за один игровой раунд. Ну, чуть больше, потому что еще есть начальный. После того, как вы разыграли карты, вы смотрите, какие они вам символы дают. Символы важны для того, чтобы проголосовать за ту или иную развилку путешествия. Ну, и также они там дают всякие бонусы и так далее. Например, очки развития. То есть, не только символы дают. Вот, к примеру, вот карту разыграла Юнифер. Она должна отдать карточку знания или книжки там какой-то и получить 3 значка чего-то еще. А какая-то из карт дает повышение уровня там. В общем, вы разыгрываете последовательность карт, где складываются разные комбо, которые дают вам те или иные символы. За 3 хода вы должны накопить определенное количество символов и определить, помимо того, что вы определите путь, если вы еще и угадаете с этим путем, то победитель получает столько победных очков, сколько он символов побежденного пути набрал. Таким образом, здесь вот набираются победные очки в зависимости от вашего набора символов. То есть, выгодно выбрать правильный путь, проголосовать за правильный путь и как-то продвинуть свою повестку дня. То есть, кто-то хочет по одному пути, кто-то по другому, а кто-то вообще хочет своего персонажа развить. В общем, здесь определенно есть такая стратегия. После того, как вы отыграли 3 раунда и 3 циферки положили, определяется, какая следующая страничка открывается. То есть, допустим, вот это у нас первый раунд заканчивается. Определилось, что все 3 раунда, все 3 жетона на вот этот символ выпадали. Соответственно, 100% они пойдут по этому пути. Там внизу написано, какую страничку открыть. И во втором раунде повторяется все то же самое. Снова вы смотрите сюжет, вам продолжение, в зависимости от вашего выбора, вы читаете то продолжение, которое случилось из-за вашего выбора. Они сюжетные, они тематичные, довольно интересные, если вы любите вселенную ведьмака. После этого снова выбор из двух путей ветвления. И вы повторяете тот же самый процесс из трех разыгрываний двух карт. То есть, 6 карт вы разыгрываете фактически. Выкладываете снова, куда, какие символы преимущества, то есть меч или книжечка, и пойдете по этому пути. Ну и в зависимости от длины книги, у вас там обычно 3 вот таких последовательности. После того, как вы все это сыграли, у вас будет какая-то концовочка в конце третьего раунда. И вы читаете эту концовку. Вот она, концовка, конец истории. То есть, за игру вы получаете небольшую такую историю, и розыгрыш 9 получается, да, 9 последовательность карт, которые дают вам разные-разные символы, с помощью которых вы зарабатываете очки, развиваете своего персонажа, открывая ему новые способности. Но эти способности, разумеется, тоже надо использовать в процессе игры. Ну и выполняя свою тайную цель. В общем-то, и вся игра. Теперь вернемся на Kickstarter. Здесь сборы просто феноменальные. Очень всего много уже подкрывали. И соло-режимы, и всякие интересные фишки. И улучшения, и красоту всякую, и утолщение картона. В общем, проект прям идет очень-очень успешно. Могу только порадоваться за автора. Какое мое мнение? Если честно, я вначале ее бэкнул прямо в первый день, но в основном из-за того, что там был хороший приз первого дня. То есть, какая-то эксклюзивная фигурка с новым персонажем и так далее. И я думал, ну ладно, бэкнул, а потом буду разбираться и посмотрим. Разобрался. Плетж отменил. Участвовать не буду. Хотя, в принципе, если не рассматривать эту игру как что-то такое очень сложное и крутое, а как семейку такую, я бы, наверное, даже и взял на русском языке. Потому что, в принципе, мне понравилось. Она настолько простая и наивная по механикам, что даже милая. На мой взгляд. Но все-таки я думаю, что вот Возняк, автор, вот этот автор, все-таки не мой автор. Я смотрю уже, наверное, третью его игру, и все они мне не нравятся. То есть, я вижу, как он старается. Я вижу его желание делать хорошие игры. Но, получается, они какими-то немножко, ну, не мое. Не буду никакой критики говорить, просто не мое. Не мой автор. Хотя, вот эту я бы, наверное, даже глянул. Может быть, даже в ритейле и посмотрю. А если будет. А на Kickstarter участвовать не планирую. Потому что, если участвовать на Kickstarter, надо брать Deluxe, где есть красивые миниатюрки и двуслойные планшеты. И стретч-голы, которых не будет в ритейле. То есть, вот целая коробка дополнительных всяких открытий новых дополнений. Благодаря большим сборам. То есть, вот у нас, чем дальше мы собираем, тем больше всякого вот этого ненужного добавляется. Но очень красивого и эксклюзивного. Поэтому, если вы посмотрите на сборы, то на Deluxe версию 23 тысячи участников. А на стандартную версию 900 участников. То есть, как бы разница в 25 раз. А если брать Deluxe, то это, во-первых, опять же, нужно с доставкой. А доставка у нас будет довольно высокая. 50 долларов плюс налоги. Я не готов за игру, которая выглядит мило, но совершенно-совершенно беззубо на мой вкус. Но, тем не менее, в целом, впечатление от Kickstarter и от внешнего вида, и от задумки довольно приятное. Несмотря на то, что кажется, как будто автор немного издевается. Ну, второй раз использовать ту же самую механику, где ты просто приходишь, берешь карты и выкладываешь в цепочку комбо. Что в «Ведмаке в старый мир» вот эта механика пришел в место, получил, пришел кубик и кинул, взял карту. Ну, как-то очень уж простовато. Хотя, может быть, это снобизм игрока, который любит крутые и интересные механики. Наверняка локализаторы захотят схватить, потому что коммерческий успех гарантирован. А слой игроков, которым нужен незамысловатый игровой процесс с прикольным оформлением, он все равно больше, чем гиковский. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, видео будет полезным тем, кто хотел разобраться с этой игрой поподробнее. Спасибо за просмотр!